Сегодня в Баку состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей семьям погибших и инвалидам войны. 42 квартиры переданы инвалидам войны, ещё 20 – семьям погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Таким образом, до сегодняшнего дня этой категории населения передано 8018 квартир. В 2018 году инвалидам войны было передано 265 автомобилей, в 2019 – 600. Сегодня в их распоряжении передано ещё 50 автомобилей. Это ещё одно проявление внимания к вам со стороны государства. Вы знаете, что проблемы семей погибших и инвалидов войны всегда в центре внимания. И в последние годы в этом направлении проделана большая работа. В целом, более 8 тысяч семей погибших и инвалидов обеспечены квартирами. Было передано около 7 тысяч автомобилей. В этом году мы дойдём до рекордного показателя в этой сфере. Полторы тысячи семи погибших и инвалидов будут обеспечены квартирами. Всё это показывает силу государства, отметил президент. Потенциал Азербайджана и его экономическая мощь позволяют реализовывать проекты в социальной сфере. Азербайджан на протяжении последних лет проявил себя как надёжный партнёр на международной арене. И неудивительно, что последние события на Азербайджан-армянской границе нашли живой отклик во многих странах. Свою поддержку Азербайджану выразили как международные организации, так и различные государства мира. И это несмотря на то, что в некоторых этих странах и армянские общины, и представители посольства всеми силами пытаются склонить мнение в мусульманских странах на свою сторону. И мы говорим им, солидарность должна быть не на слабах, а на деле. Какие могут быть у вас связи с Арменией, которая разрушила мечети в Агдаме и Шуше и других городах? Посмотрите в интернете, в каком они состоянии. Посмотрите, что делает Армения. Она пытается уничтожить наши позиции, убивает наших военнослужащих, 76-летнего мирного жителя, разрушила сёла. Я подписал распоряжение о восстановлении всех разрушенных в Туузе объектов. Но разве можно вернуть жизнь? Глава государства выразил уверенность, что справедливость восторжествует, и Азербайджан освободит оккупированные Армении территории.